Так, ребят, спойлер. В голове два дня. Как уложить ее, я не знаю, поэтому будет как-то так. Ну, привет! Вы просили, и вот я здесь записываю видео о своем уходе. Не могу поверить, что я это делаю. Здесь еще такой свет классный. Правда, мне не совсем нравится отражение, но ну ладно. Также я буду в пижаме, чтобы создать такую ванную вечернюю атмосферу. И, как вы уже поняли из названия, в этом видео буду говорить о своем уходе за кожей. Постараюсь без лишней воды, кратенько, четенько, но могу сэмоционировать, потому что для меня кожа это больная тема. Со временем переезда в Америку, ясно, с момента переезда в Америку и затем последующие лет пять я очень жестко мучилась от акне. У меня просто сгнивала кожа. Я была в разных дерматологах, я просила помощи, но мне изначально дали противозачаточные, причем без каких-либо тестов. Просто на вот эти попробуй, если что-то не понравится, мы тебе дадим другие. Противозачаточные значительно улучшили состояние моей кожи, но затем они перестали действовать. И тогда мне начали выписывать антибиотики. Daxi-Cycline и Mono-Cycline, если не ошибаюсь. Антибиотики, которые я должна была принимать вовнутрь. Эти антибиотики начинали действовать после третьего месяца применения, затем я еще 3-4 месяца их пила, затем переставала по назначению врача и прыщи снова возвращались. В целом эти антибиотики незначительно улучшали состояние моей кожи. Кто боролся с акне, кто сейчас борется, вы меня поймете, я ненавидела отражение в зеркале. Я ненавидела свою кожу, свое лицо, себя, не хотела ее сжечь, снять, отшлифовать. Лицо постоянно чесалось, я постоянно выдавливала эти прыщи. У меня нет ни одной фотографии с той жизни, просто потому что даже не хочу вспоминать. Около 5-6 лет я принимала противозачаточные антибиотики, но состояние моей кожи не улучшалось, и затем я решила, что буду принимать Акутан. Или, если не ошибаюсь, на русском называется Роакутан. Я знаю, что в других странах Акутана боятся, и действительно, это достаточно сильный препарат. Я тоже очень переживала, делала исследования, но для меня мое ментальное состояние было гораздо важнее. Потому что, как вы можете представить, я не могла смотреть на себя в зеркало. Я себя чувствовала очень дискомфортно, моя самооценка была на нуле. А когда от тебя, особенно как от девушки, девочки, женщины, не исходит вот эта энергия уверенности, тебя, в принципе, и в других сферах твоей жизни тоже наступает жопа. Поэтому на тот момент для меня было очень важно вернуть свою уверенность, и я решилась на такой шаг, как Акутан. В течение всего курса мне проверяли почки, печень, но учитывая, что я на тот момент не употребляла алкоголь, и, в принципе, мой организм был молодым, особых противопоказаний не было. Если я не ошибаюсь, изначально я принимала 20 мг, затем мне увеличивали дозу. Я результат увидела буквально через месяц, потому что у тебя начинает сохнуть все. Я могла неделями не мыть голову, потому что просто не выделялся жир. Конечно, сразу очистилось лицо, сохли руки, рот настолько, что я просто не могла его раскрыть. Лопалось вот здесь все, возле ногтей. Результатом я была довольна, мне каждый месяц проверяли печки почень. Да господи! Мне очень нравился результат, который я видела на своем лице, так же, как и моему доктору. Поэтому на шестом месяце Акутан я перестала употреблять. И спустя уже год у меня снова начались Акне. И, кстати, на моем пути попадались такие умники, которые говорили, а что если тебе перестать пользоваться макияжем? Да по-любому это все из-за макияжа. А что если ты обычным хозяйственным мылом будешь лицо мыть? А что если ты помажешь лицо огурцом, все это сверху замажешь борсучей слюной, и все вот 100% пройдет? Вот такие больше всего бесили меня. В общем, у меня снова начинаются Акне. Я снова сажусь на Акутан, но в этот раз попросила дозу побольше. Кстати, когда мне выписывали Акутан во второй раз, врач говорила, что в этот раз точно поможет, потому что в ее практике было очень мало случаев, когда приходилось выписывать Акутан дважды. Я снова пропиваю Акутан 6-8 месяцев, и у меня снова начинается Акне. В этот раз я уже не пошла к дерматологам, потому что я им просто перестала доверять. Я не видела ни у одного доктора заинтересованности в том, чтобы действительно найти проблему, чтобы помочь мне как-то. Все просто выписывали мне антибиотики и Акутан, который на минуточку стоит 1400 в месяц. Конечно, говорят, что в Америке доктора не имеют с того, что они выписывают, но мне кажется, это полная ложь. Я на 98% уверена, что доктора имеют какую-то комиссию с того, что они выписывают своим пациентам, хотя каждый американец это отрицает. В этот раз я уже решила заняться самолечением, слушала разных дерматологов, пробовала разные средства, которые они советовали, и сейчас мы плавно переходим в мой уход. Я уже просто не могла смотреть на свои волосы, поэтому добавила немного сухого шампуня. Мне кажется, так стало немного лучше. Так, что я там говорила? Я начала заниматься самолечением, слушала разных дерматологов, пробовала разные средства, которые они советовали, и вот что я обнаружила. Лучше всего кожу, склонную к акне, умывать пениющимися средствами. Пениющимися. Пениющимися. Надеюсь, правильно. Не пенками, а именно гелями, которые пенятся на вашем лице. Многие дерматологи посоветовали именно этот бренд, не зная, если он есть в вашей стране. При возможности оставлю ссылки в описании и очень буду благодарна, если вы ими воспользуетесь для покупки. Еще у меня есть вот такая умывалка от Obadge. Я не хочу ее советовать, просто потому что, мне кажется, Obadge не всем подходит. Я покупала целую линейку от Obadge, от акне, перед тем, как я начала вот свое исследование и самолечение. И у меня кожа стала еще хуже, поэтому, мне кажется, Obadge вообще подходит не всем. Я им смываю макияж, но затем обязательно прохожусь вот этой штучкой. Один раз Obadge, два-три раза вот этой пенкой. Тониками, термальными водичками, сыворотками я не пользуюсь. Вышла с душа и умываю руки я из этого видео, потому что все идет не по плану. Выхожу из душа, протираю лицо всегда бумажными салфетками. Я лицо не трогаю полотенцем уже несколько лет. У меня нет отдельного полотенца для лица, у меня нет маленьких полотенчиков для лица, только одноразовые бумажные салфетки. Все. Где-то в отелях я даже использую туалетную бумагу, но ни в коем случае не полотенце. И переходим к средствам для акне. Затем тонким слоем на все лицо я наношу бензол пароксайд. У меня 2,5%. Я знаю, что есть еще посильнее, но я думаю 2,5% вполне достаточно. И затем я наношу увлажняющий крем. У меня о Dr. Dennis Gross. Я, кстати, не знаю, если я правильно произношу. Утром я снова умываюсь этой штучкой и затем наношу свой увлажняющий крем. Вечером я снова умываюсь и уже наношу адапелин. Его вроде советуют наносить локально, но я наношу на все лицо и сверху снова наношу свой крем. Дерматологи советуют использовать этот крем вечером, этот крем утром. Для меня это показалось слишком сильной нагрузкой для своей кожи. Поэтому я чередую эти два крема. Но изначально, когда вы начинаете ими пользоваться, попробуйте делать это каждые 2 дня. То есть понедельник вечером бензол, среда вечера допилин. Просто посмотрите, как ваша кожа будет реагировать. Затем постепенно можете добавлять нагрузку вашей коже. Что я заметила, когда я из этих двух средств делаю сэндвич. То есть наношу увлажняющий крем, затем бензол, затем увлажняющий крем. И то же самое я делаю с адапелином. Короче, когда я делаю вот этот сэндвич, я будто больше вижу эффект. Кожа становится гладкая, но в то же время такая увлажненная. Я уже сказала про дерматологов. Когда вы начнете пользоваться этими двумя кремчиками, буквально через 3-4 применения, ваша кожа начнет орать и раздражаться. Она начнет облазить. И вам покажется, что вы ее сожгли. Возможно. Но мне кажется, это нормальный процесс. Но опять же, если вы покрылись плешаками и у вас реально горит кожа, она красная. Возможно, вообще перестаньте пользоваться всем. Но если вы будете 2-3 дня вот эти средства чередовать, я думаю, все будет окей. Я не хочу брать просто на себя эту ответственность, но по сути я ее только что взяла. Я знаю, как сильно в такие моменты хочется сжечь свою кожу, нанести как можно больше средства, как можно чаще, чтобы скорее все прошло. Но будьте терпеливыми. Я вас очень понимаю. Я там тоже была. Я тоже много лет мучилась акне. Главное терпение. У меня после 2 месяцев вот такого применения значительно улучшилась кожа. То есть вот у меня сейчас на лице даже нет активных акне. Вы можете видеть, что у меня на лице остались рубцы от акне. У меня также много веснушек. У меня есть какие-то шрамы. Но у меня нет сейчас активных акне. Учитывая то, что я люблю употреблять иногда алкоголь, который очень плохо влияет на кожу и высыпание, у меня все равно нет высыпания. Кожа очень горела, кожа очень шелушилась. Периодически все равно появлялись прыщи, но я видела улучшение. Спустя несколько месяцев применения вот этих кремчиков у меня все равно кожа периодически шелушится. Пользую вот такой exfoliant. Когда активные акне, вообще противопоказанные скрабы, но я уже немного знаю свою кожу. Использую скрабы только если у меня нет активных прыщей. Этот очень-очень мелкий. Но опять же, это то, что делаю я. Вот скрабы я все-таки никому бы не советовала. Но очень помогает избавиться от вот этой шелукони на лице. Ну и самое интересное, это всякие масочки. Я не советую использовать ни одной из средств, которые я покажу далее, если у вас от этого сильно раздражена и горит кожа. Вот сначала привыкните вот к этому. Кровавый пилинг от Ordinary я использую примерно раз в неделю, желательно перед сном, на сухую кожу и подержать не более 10 минут. От него кожа будет гореть. Опять же, если невыносимо, сразу смывайте. У меня эта боль переносима, выносима. Она длится около минуты-двух. И затем просто я уже ничего не чувствую. Затем я наношу вот эту глиняную маску вот такой кистенкой. Найс она мает. Не знаю, как на русском. Ниосинамид и ВИЧА кислоты. Как бы глиняная маска, но она тоже хорошо справляется с акне. Ее можно использовать до трех раз в неделю, но я зачастую использую один вот с этим пилингом. Иногда могу ее нанести в пятницу вечером, если знаю, что в субботу у меня какая-то намечается тусовочка и кожа тускловато выглядит. Затем моя самая любимая увлажняющая маска от Summer Days. Не знаю ее точных ингредиентов, но мне нравится, как она работает. Тоже подержать не больше 10 минут. Ее я наношу прямо на все лицо, на глаза, на губы, нос, брови. Можете даже на шею. Я как-то не особо ухаживаю за своей шеей, хотя надо было бы. Ну и любимая маска для губ. Бренд Ленаж. Этой маской я просто пользуюсь как бальзам. Я столько вам всего наговорила, но очень надеюсь, эта информация будет для вас полезной. Я старалась. И я хочу, чтобы все, кто сейчас борется с акне, знали, что это временно. Вам просто нужно потерпеть. Я там тоже была. Я это проходила. Я знаю, как вы себя чувствуете. Очень надеюсь, что вот эти два спасителя помогли не только мне, а помогут еще и вам. Если я что-то упустила, обязательно пишите свои вопросы в комментарии. И вообще, пишите комментарии, ставьте лайки, проявляйте свою активность, потому что ваша активность помогает моему каналу расти. Всем огромное спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.